Привет, друзья! Вот иногда такие вопросы интересные мне задают. Это правда, что вы иглотерапевт? Конечно, правда. Вот видите, иголки стоят. Да. Это я себе просто сегодня регулирую состояние, иголки поставил. А на самом деле, я придумал такой способ, когда можно очень сильно расширить показания к психотерапии, например, когда словами можно вызывать на фоне приведения состояния человека в расслабленное положение, в нервно-мышечную релаксацию, при снятии зажатости блоков сознания и тела, когда он уже находится в таком состоянии безмятежности. сказать ему или он сам себе скажет, что в теле появляется ощущение без всякой иглы, без всякой иглы, без всякого физического воздействия ощущение сам себе скажет, вот именно те, которые от иглы возникают при точном попадании иглы в точку. Этот феномен называется Тэ Чи. Чи это энергия, феномен это китайское название. Тэ Чи характерен комплексом специфических ощущений ламута, распирания, онемения, электрический ток. Ну вот так вот, когда я, например, иголку поставил на точку Хэ Го, видите, у меня вот так немножко дёрнуло. Но это не обязательно, как локтём вот ударило и там дёрнет, не обязательно так. Бывает немного, надо дозировать, это надо дозировать, там из-за метода, тормозный вариант, седативный, расслабляющий, там надо меньше точек и дольше держать эффект. А есть тонизирующий вариант, когда очень быстрые воздействия вот такие вот, и больше точек. Ну, короче говоря, я вам не иглотерапию сейчас собираюсь преподавать, а я просто хочу сказать о том явлении, которое я открыл впервые, это было ещё в 1975 году, и потом я его публиковал, и потом я делал доклады, он у меня и в научных журналах различных. Сигнальная рефлексотерапия. Ну, по-другому говоря, гипносюетерапия. Сюе – это точка. Об этом моём достижении ещё и Аграновский Валерий Абрамович писал в книге «Визит к экстрасенсу», где я был экспертом. Я там герой в его книге, но в качестве эксперта. И он там рассказывал, вот вы представляете себе, что я, доктор Алиф, мог целый стадион посадить и целому стадиону предложить, расслабиться, и потом всем сказать «В теле ток». И у каждого пойдёт там, где организму нужно. Вот, говорит, представляете себе, как смеялись люди в высоких кабинетах, когда доктор Алиф приходил к ним с этим фокусом. Ну, имеется в виду, когда я утверждал этот метод и так далее. На самом деле, это не смешно, потому что можно миллион человек взять, научить психотерапии с очень глубоким, интенсивным вмешательством в состояние организма. Через кору головного мозга. Потому что обычно психотерапия, ну, как, например, говорят, «Тебе станет лучше, лучше, ты почувствуешь себя хорошо». Там много разных методик, разные, разные. Ну, кора, кора головного мозга через сигналы звуковые, вербальные. Кора головного мозга – это новое образование, эволюционное. А вот покровы внешние и внутренние органы, они более исторически, древнесвязанные, более глубоко, миллионами лет и так далее. Поэтому и корову можно в иглотерапии лечить, и кролика, и курицу больше есть будет давать. Там психотерапии нету, но ты делаешь курицы точки, и она лучше себя чувствует, куда-то этот пяток там кукарекает. Ну, в общем, я сам этим не занимаюсь, но я это точно знаю. Я знаю по человеку, потому что я занимался заведующим иглорефлексотерапией, кабинетом первой горполиклиники города Махачкана, первого горзороотдела, или как-то называлось тогда, республики. Ну, короче говоря, как психиатр кончил институт медицинский, и министр здравоохранения мне сразу дал кабинет и сделал его заведующим, потому что я его лечил. Я его поддерживал, и он прекрасно знал, как я работаю. Так вот, слушайте меня. Я тогда и придумал, что, оказывается, можно не просто психотерапевтически влиять, говорить, вот теперь вам будет хорошо, там у вас всё будет прекрасно, сон наладится, отношения личные станут гармоничнее, вы почувствуете себя с каждым нём всё легче, лучше, свободнее. Ну, я так могу делать, я же психотерапевт. Но когда я добавляю туда, и в теле вашем начинает идти распространяться приятные ощущения, и говорю феномен отдачи, тепеломоты, распирание, онемение, электрического тока, и вы начинаете это чувствовать, волнообразные процессы, волнообразные процессы, токи идут, то сильнее, то меньше, волнообразнее, волнообразнее, вот, пошёл ток, да-да-да-да, пошёл ток, я могу это вызывать, индуцировать, как называется, индуцировать. Вы представляете, какое колоссальное, эволюционное изобретение в области психотерапии, когда мы кору, головной мозг, задействуем, через неё точки, а точки уже влияют глубоко на внутренние органы, и именно те органы, которые нуждаются в регуляции, именно эти точки, наиболее чувствительны в данный момент, и поэтому в них и происходит эта реакция, а те, которые не нуждаются, там не происходит. Поэтому можно миллион человек посадить, предложить им любую форму медитации, с выходом на нервно-мышечную релаксацию, и сказать, а теперь представьте себе, что в теле токи пошли, и все начинают оздоравливаться. Ну, разве это не гениально? И никаких иголок, и никаких физических воздействий, вообще ничего. Человеку нужно только научиться расслабиться, и представить этот характерный комплекс ощущения. Теплота, распирание, а не менее электрический ток. У кого пойдёт, значит, потом ему станет лучше. Это разрушенная реакция организма. Вот такие дела, друзья. Передавайте друг другу. Это у меня давно официально утверждено, оформлено, уже годы, годы, годы. Опубликовано давно в различных научных журналах и других журналах, и даже в книжках напечатанных. Я привёл пример Аграновского, который известный был публицист в своё время. Итак, друзья, до встречи. Это я вам такой подарок делаю. Ничего там такого нет. Никто вам не скажет, что это может вам повышать, повлиять или ещё что-то. Да ничего там нет. Вы просто включаете ресурс внутренний, просто представляете на фоне расслабленного состояния, что по телу идёт ток. Вот и всё. И потом лучше себя чувствуете. До встречи. До встречи.